Всем привет! Я продолжаю серию видео об этапах работы с поталью. Сегодняшнее видео о покрытии картины поталью. После нанесения клея, о чем я говорила в предыдущем видео, самое время наносить поталь. Вам понадобится синтетическая плоская средняя кисточка. И я, как обычно, в нейлоновых перчатках. У меня листовая поталь, каждый листик в отдельной упаковке. И начинаем с того, что аккуратно достаем листочек. Не имеет значения, какой стороной клеить потали. Стороны одинаковые. Аккуратно накладываю на картину. Листик моментально приклеивается. Теперь кисточкой мягко и нежно придавливаю поталь к холсту. Кисточкой касаюсь только листа потали. Не облезаю ей в липкие места на картине. Лишнюю поталь можно аккуратно оторвать, придавливая кисточкой только что приклеенную. И кладем ее на новое место. У вас могут возникать заломы на листиках потали. Она может мяться и неровно ложиться. В этом нет проблемы. Если она случайно легла неровно, не надо ее пытаться переложить. У вас это, скорее всего, не получится. Так как она клеится моментально и намертво. Клейте, как она легла. Все лишнее уйдет в процессе счищения. На следующем этапе. Беру второй лист. Листики в процессе, особенно когда вы их достаете, могут рваться. Ничего в этом плохого. Моментами неудобно, но материал от этого хуже не становится. Накладываю внахлест с предыдущим листом, чтобы не было видно стыков. Если вы попадете кисточкой мимо потали, то есть в липкое место, то кисточка будет в клею и к ней начнет липнуть поталь. И вам будет очень неудобно работать. Избегайте этого. Торцы, кстати, лучше тоже проклеивать клеем и наносить туда поталь соответственно. На этом этапе не нужно убирать лишнюю поталь. Например, вы видите, что сейчас у меня поталь закрывает половину парусов, но специально отдирать ее сейчас пальцами или вот этой кисточкой не надо. Для этого будет отдельный этап и другая кисть. Да, я отрываю какие-то очень большие куски, и то аккуратно и придерживая поталь. Но вот эту шелуху сейчас точно не нужно трогать. Еще раз придавлю все хорошо кисточкой. После нанесения потали необходимо дать минут 5-10 приклеиться, прежде чем переходить к следующему этапу. Мне нужно покрыть клеем и поталью нижнюю часть, но снимать на камеру я это не буду, так как здесь все то же самое. А в следующем видео я расскажу о том, как правильно счищать поталь, о нюансах и ошибках. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось. Пишите в комментариях, узнали ли вы что-нибудь новое для себя. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok